Благослови Благословен ты, Господь Бог наш, Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенная. Ты дал нам жизнь чудесную, подарил нам любовь небесную, Будем славить вечно мы Тебя, Бог наш Иешуа. Ты дал нам жизнь чудесную, подарил нам любовь небесную, Будем славить вечно мы Тебя, Бог наш Иешуа. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Ты дал нам жизнь чудесную, подарил нам любовь небесную, Будем славить вечно мы Тебя, Бог наш Иешуа. Ты дал нам жизнь чудесную, подарил нам любовь небесную, Будем славить вечно мы Тебя, Бог наш Иешуа. Ты дал нам жизнь чудесную, подарил нам любовь небесную, Будем славить вечно мы Тебя, Бог наш Иешуа. Ты дал нам жизнь чудесную, подарил нам любовь небесную, Будем славить вечно мы Тебя, Бог наш Иешуа. Бог наш Иешуа, Бог наш Иешуа, Бог наш Иешуа. В другом месте, первый раз, не первый раз, Первый раз за долгое время. Русский. Я хочу сейчас прочитать некоторые места из Писания, И иногда я буду так быстро двигаться по местам Писания, и у вас не будет время открыть это местописание, То просто будем следить за переводом. But you guys can write it down, но вы можете все записать. Matthew 16, 24-27 Then Jesus told his disciples, If anyone would come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the man, for the son of man is going to come with his angels and his glory and his father. And then he will repay to each person according to what he has done. Matthew 16, 24-27 Тогда Иисус сказал ученикам Своим, Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими. И тогда воздаст каждому по делам его. Ранее в этой главе Иисус спрашивает своих учеников, И они сказали, что люди считают тебя пророком, Ильей, или кем-то, одним из великих. И он говорит, а как насчет вас? И Петр сказал, ты сын живого Бога. И сразу после этого Иисус говорит, как он должен будет умереть и потом воскреснуть. И Петр пытается его остановить и говорит, нет, это Иисус, пожалей себя, это не самый лучший выход. И после того, как Иисус говорит Петру остановиться, потому что он член его дьявол говорил, И он потом после этого сказал эти слова, которые мы только что прочитали. И здесь он говорит, отрекись от себя, возьми свой крест и следуй за Мною. Знаете, в нашем сердце у нас есть желание служить Господу. Каждый человек, который любит Бога, или даже тот, кто говорит, мне даже Бог нравится больше, более, чем что-нибудь другое. Я хочу служить Господу. Я хочу, чтобы Бог меня использует. Я хочу знать Его волю. Это что-то, что внутри меня говорит, что да, это мое желание. Да, иногда мы говорим, что да, мы не любим Господа, потому что мы это не показываем в своей жизни. Но есть горящие желания в каждом человеке, кто находится на этом месте. Они хотят знать, Господь, я хочу знать, что Ты от меня хочешь. И я хочу это исполнять. Это вопрос у нас всех есть. Но я хочу прочитать еще одно местоописание. Лук 9, chapter 9, 23. And He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. 9, 23. The Russian translation doesn't say daily, but all the Americans want to say daily. В русском переводе там не говорится ежедневно отвергаться от себя, а во всех американских переводах говорится ежедневно. No, I just want to say, He says, take up your cross. Я просто хочу сказать, Он говорит, бери свой крест. And we have a general idea, okay, we know what the cross of Jesus is, right, what your cross is. И у нас примерно есть такой образ, что должен быть такой крест. У Иисуса был свой крест. Но вы должны понять, что тогда, в то время, означал крест. Right now, you have a completely different understanding when somebody says, I take up my cross. В настоящем времени у вас вообще другое понимание, когда кто-то говорит, я имею в свой крест. But imagine somebody saying, I take up the electric chair. Представьте, кто-то скажет, я взял электрический стул. Or, I go to the guillotine. Something like that. Some measure that where people are executed. So, Jesus says, so, if you want to follow me. Иисус говорит, если ты хочешь за мной следовать. Take this object that you were, you can be executed on. Возьми вот эту вещь, на которой тебя могут придать казни. And follow me. И следуй за мной. So, in our understanding, I hear a lot. People say, I'm carrying my cross. И, как мы понимаем, я слышу, много людей говорят, что я несу свой крест. I am sick. Я болен. I have hardships. I lost my job. У меня трудности. Я потерял работу. I'm not saying those are not hard things. Я не говорю, что это очень, это трудные вещи. But is that what Jesus was talking about? Or was Jesus talking about something else? So, to find out what it means, maybe we have to look, what does it mean for Jesus to carry his cross? Because Jesus connected those two passages. He said, here, I am taking, I am going to die. And then he's starting to talk about taking your cross and following me. Потому что когда Иисус говорил, что вот, я буду умирать. И потом он говорил всем его ученикам, берите свой крест и следуйте за мной. Follow me, he said. Where did he go? Следуйте за мной. А куда он пошел? И я просто хочу привести еще один пример, а потом я поделюсь, что на моем собакхоженном. Matthew 14, 10, 14. And he sent and had John beheaded in the prison. And his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. And the disciples came and took the body and buried it, and they went and told Jesus. And when Jesus heard of this, he withdrew from there in the boat to a desolate place by himself. But then the crowd heard it. They followed him on foot to town. When he went ashore, he saw the great crowd. He had compassion on them and healed their sick. And he sent and sent to the head to the bed in the darkness. And they brought his head to the table and gave the woman to the bride. And she gave the mother to his mother. The disciples came and took his body and buried him. And they went and sent to Jesus. And when I heard of Jesus, he came from there on the boat in the land of one place. And the people, heard of him, went and went and went and went and saw him from the cities. And when I saw Jesus, he saw a lot of people, and cried over them, and healed the sickest of them. So this story is very interesting for me. And for me, this story is very unique. So as soon as Jesus hears about the death of his cousin, Jesus left everyone and just went alone. He wanted to be alone. Something happened. It was hard for him. He, he, he's, somebody just got killed. That he cared for. And Jesus just wanted to be away from everyone. Jesus just wanted to be away from everyone. Like he often did, but this time he did it after this event. He did it after this event. And Jesus comes out and sees them all. Jesus вышел и увидел их всех. He got very mad. И он очень разозлился. Why did you guys come here now? I'm in such despair. I'm in such a hard time. Почему вы все пришли сюда? Я в таком отчаянии. У меня такой трудный период. That's not what the Bible says. Это не то, что нам Библия говорит. He looked at them. Он посмотрел на них. Он их пожалел. He had his сострадание. He had compassion. И что он сделал? Oh, you guys, poor people. You guys are sick. О, вы такие несчастные люди. Вы больны. You guys have needs. У вас есть нужды. You guys are hungry because later he fed the 5,000 in the same event. Вы голодные, потому что чуть позже он накормил эти 5,000. Oh, you guys are poor people, but I need to go pray right now. I need to be alone. Let me tell you something. God never, Jesus never put away his time alone with God. He always took that as a priority. But when he saw people, it says he had compassion on them. And that compassion brought some actions about. He went and healed their sick. He healed all of them. And then he feeds the 5,000. So when you talk about, when God says carry your cross, He's not talking about your hardships and your difficulties. Because his cross, I'm going to read Matthew 88, 16, 17. Потому что здесь про его крест написано в Матфеи, 8 главе. That evening they brought to him many who were oppressed by demons. And he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. With this was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases. 7 глава Матфея, 16 по 17 стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Дозбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. So the cross of Jesus, Итак, крест Иисуса, is actually not his cross. Это не его собственный, это не его крест. It was the sicknesses of other people. Это болезни других людей. It was the sins, our sins, and our sicknesses too. Наши грехи и наши болезни. So that was the cross of Jesus. So now he says, take up your cross. И это, таков был крест Иисуса, и теперь он говорит, бери свой крест. And follow me, do as I do. И следуй за мной, делай то, что я делаю. Your cross is not your problems, it is the peoples around you. Твой крест, это не ваши, не твои проблемы, а проблемы людей вокруг вас. I want to read one more passage. And we're going to pray. еще одно место в Писании, а потом мы помолим, будем молиться. Титус 2, Титус 2, verse 14. Who gave himself for us to redeem us from all loneliness and purify to himself a people for his own possession who are zealous for good works. Это второе титул, 14 стих. Вторая глава. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Zealous. Ревностный. God says, I saved you. Бог сказал, я тебя спас. You're not saved by your deeds. Ты не спасен своими делами. But you're saved for my deeds. Но ты спасен для моих дел. He said, and the way I want you to do those good deeds, the way. The way I want you to do those good deeds is I want you to be zealous. И я хочу, как ты должен делать эти дела, я хочу, чтобы ты был ревностный. Passionate. So it would be burning. So when you're doing good, it's not like, oh man, people are asking me again. They're again asking me. God wants a fire burning in you for helping others, for doing his good deeds. He did not save you just for you to be forgiven. Yes, that's one thing he does and there's no question about it. He did not save you just for you to be forgiven. It's not something somebody will look at you doing good and he says he really wants to do that. Yes, doing good for others does take sacrifice just like the dead of Jesus Christ. But God gave us everything to be that, to be able to do those deeds and be, when we look at people so that love of God would burn in us and we would result in those good deeds. I asked the question in the beginning. We say we want to find the will of God. We want to serve God how we say. A lot of times we only say, well, it's probably singing on stage, probably preaching. But you have to look what was the ministry of Jesus. Did Jesus preach? Yes, he did. But his first ministry was a ministry to people. For the needs of people. Yes, Christianity and the stage has its place. Yes, Christianity and the stage has its place. But if the personal, if the other deeds, there is nothing of that, then this becomes pointless. But if there is no personal deeds and life in the scene, then this becomes impossible. Ministry to God happens before service and starts after service ends. Because then you can really serve people. You see, you think, maybe if I sing a good song, maybe God gave me a voice. If I could put my thoughts together and speak them so well, then, then I could serve God. But God says, if this is the only thing you do, you missed it. because I say, my ministry is ministry to people. Because if you really love people and you really love them like Jesus because you're able to do that, if you sing a good song and you walk off the stage and somebody comes up to you and starts talking to you and you start ministering to that person, talking to that person with love of God. Then, only then, true miracles happen. And only then true miracles happen. God wants us to understand that His ministry is ministry to people. God wants us to understand that His service is service to people. So, the people on stage are not that important. It's like, and because of this people on stage are not that important. I'm here, when I'm standing here, I'm not that important. When I or you go visit somebody who is sick, you see, being sick is not your cross. But if you're sick and you call to encourage somebody else who is sick, that is carrying your cross. If you come up to somebody who's there and he's lonely, that is carrying your cross. If you're going to hang out after church and invite somebody who nobody invites, that is carrying your cross. Maybe your friends will look at you weird. If you invite somebody for dinner who are just strange people, or nobody talks to them, and you guys feel awkward when you guys are together at the dinner table. That is carrying your cross. Because then, and only then, you can find out their needs. You just need to know in this place you can find their needs and make them possible, make help them in their needs. And they will see Jesus in you. And they will see Jesus in you. Get up to our feet to pray. And they will to pray. And they will see Jesus in you. And they will see Jesus in you. Субтитры подогнали Симон. 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 Я знаю, когда я покаялся, я вырос в той церкви, где мы устраивали литературные кружки, где читали свои, чужие стихотворения, где пели собственные песни. Хорошо петь песни 60-х годов, 40-х, хорошо петь песни, которые 200 лет назад христиане пели, они прекрасны, они будут в веках. Но как хорошо петь песни, которые сочинили братья и сестры из нашей церкви. Я помню, в нашем городе сочинили две песни молодые христиане, которые теперь по Украине все поются до сих пор, и никто не знает, кто их сочинил. Однажды мы пели песни такие, думали, что это 100 лет назад сочинили, а потом приехал пастор с Украины, которому я пожал руку. Оказывается, это он сочинил, и я познакомился с автором этих строк. И даже если о том, как говорил брат Толик, когда мы идем к пожилым служить, я был молодым христианином, который однажды пришел к умирающей бабушке, меня дьякон с собой взял, я не знал, что говорить, я не знал, как общаться с пожилыми людьми, а тем более с теми, кто уже на лодре болезни. Кто-то должен научить, кто-то должен помочь, кто-то должен рассказать. И это не происходит сразу здесь, на сцене, в самых больших лучах света. Это происходит где-то на стороне, где незаметно. А потом плоды вот этого происходят здесь. Я не претендую на красивую рифму, она не самая совершенная. Я давал читать ее сильным поэтам, много послушал критики. Но смысл такой, почему я хочу сказать, это определенные состояния моего сердца, когда я что-то переживал перед Богом, и иногда почему-то это было молитва, иногда это было как стихи. Поэтому некоторые вот такие вещи, искры, они остались, и я хочу с вами поделиться, просто как переживание прежде всего, ну и естественно где-то там появляется рифма. Я много однажды говорил к молодым людям, к лидерам молодежи, и просто именно для братьев. Я хочу первый стих прочитать для братьев, сестры возьмут на вооружение и поддержат меня. Тоже как бы для них, пусть это будет в назидание, для братьев прежде всего как призыв. Бог ищет мужчину. Господь открывается в тайне, и явно Господь говорит. В такие минуты познания все сердце трепещет, горит, горит от того, что он рядом, что боль твою видит и знает, что обещает награду, и все неудачи прощает. Бог подымает заново, он очищает искренних, он заменит отчаяние твердую верою в истину. И если мужчина мужчина, то будет кому сегодня на ниве Божьей гнуть спину и в проломе стоять, не дрогнув. Но ясно сегодня обратное. Ведь Божие Слово сильно, что века сего проклятия, исчезновение мужчины. Миром сегодня правят мужеподобные женщины, дети, что истин не знают. Ну и, конечно, ветер. А в тени посредственной жизни цепами суетности скованной живут себе еле слышно мужчины в женском подобии. Робкие и несмелые, трусы тщеславно гордые, добычей устали умелою последнего время уловок. Но Богу нужен мужчина смелый, как лев Иуды, послушный, как агнец Божий, который таким и будет. Пройдя все тяготы жизни и вынесши боль и разлук, он во славе войдет в отчизну, как однажды вошел Иисус. Вот такое стихотворение. И еще одно. Так, мне дали 10 минут времени, я постараюсь ложиться. Для поощрения. Есть такие какие-то призывные, а есть просто над собой. Ты размышляешь. И однажды я пришел, мое сердце было такое неспокойное. Я пытался молиться, у меня молитва не шла. Я уже молился, чтобы Бог дал мне молитву. Иногда у христиан такие молитвы бывают. Знаете, что Господи, да мне, я пытался разобраться, что с моим сердцем, почему я так не могу свободно молиться. И я как бы, знаете, вот Давид разговаривал со своей душой. И у меня вот такие, такая вот именно ситуация произошла. И тоже вот такой вот отблизк родился. Воронье называется стих. Прилетело воронье, бесы сели на плечо. И давай меня клевать, мысли злые навевать. Кто обидел, не прости. Хитро, подло, отомсти. Кто хвалить тебя забыл, тот тебе не угодил. Слабых бей, хотя бы словом. Больше страха, больше злобы. Все бояться тебя станут, а потом зауважают. Я подумал, подожди, эти мысли не мои. Я рукой стряхну с плеча злые стаи воронья. Вот такие переживания. И, ну, просто это было в моем сердце. Я увидел, что очень-очень тяжело нести крест, вот о котором говорил Толя, помогать людям, когда ты помогаешь, а люди вместо спасибо еще и потопчатся по тебе. Иногда такое бывает, очень тяжело, такие переживания. И вот это так осталось. Я это помню теперь и понимаю, что то, что приходит, это не мое, и надо ставить ограду. И один из первых, вот в конце я хочу прочитать, это, наверное, самый первый стих такого переживания был. У меня, я был молодым лидером в молодежи и много чего не знал, нигде не учился, Библию еще полностью не прочитал. Я много не понимал, и я часто, когда что-то не понимал, я шел в ночные бдения. Я брал пост вот сутки и днем занимался своими делами, а ночью я молился перед Богом, пока не получу ответ. И я получал действительно ответы, получаю, Бог говорит, но однажды вот этот ответ, он вылился в виде стиха, это, наверное, было такой первый, самый первый раз, и вот я его хочу прочитать. «Глаза зеркала души» называется. «Я в Библии прочел, что по глазам, как в зеркале все души видеть можно, я стал заглядывать. И лучше б я молчал, но я скажу, что там увидеть можно. Глаза садистов видел много раз, что наслаждались причиненной болью. Глаза лукавые, что искрами пестрят высокомерие, наскоро прикрыв любовью. А эти равнодушные глаза, их не забудешь ты, коль раз увидишь. Там безна холода и смерти мгла, при взгляде их и сам остынешь. И я не мог поверить, что друзья и тех, кого давно с рождения знаю, такие повернут ко мне глаза. И я в них отблеск сатаны узнаю. Я спрашиваю вас, ну как же так? Откуда в церкви взялись души эти, кто дал им право находиться среди нас и как общение такое Бог оценит? Я долго думал и понять не мог. И чтоб понять, я в пост пошел пред Богом. И то, что Он сказал мне в эту ночь, для жизни мне останется уроком. Я все не передам. Могу лишь так сказать. Про зеркала мне Бог преподал наставление. Тогда я понял, что в чужих глазах все время видел я своих отображения. Аминь. Я вас также приветствую, любовь к Господу Иисуса Христа. Люблю моего Рому, который стихи рассказывает. Мы однажды сидели вечером. Он стих рассказывает, я пою. Он стих рассказывает, я пою. И вот сейчас он одно стих-турение рассказал, и я бы хотел продолжить немножко. Начинает... Песня называется «Зачни с себя». Зачем так сетуешь, мой друг? Ах, если все было бы иначе, И если бы тот не был таким, То я бы смог. И то, и это. Вечно что-то нам мешает, Вечно вывивим других. Только вот не замечаем Брёнышко в себе самим. Начни с себя, Скажи себе всё честно, И не ровща на жизнь, И не виня судьбу, Благослови свою тропу. Благослови свою тропу. Судить легко Других, мой друг. Ах, как же так? Как мог он сделать? Да если бы я, Да никогда Не совершил Такое дело. То погода нам мешает, То наш пастор опоздал. Все вокруг нас обижают, Целый ли нас не понял. Начни с себя, Скажи себе всё честно, И не ровща на жизнь, И не виня судьбу, Благослови свою тропу. Начни с себя, Скажи себе всё честно, И не ровща на жизнь, И не виня судьбу, Благослови свою тропу. Когда-то в такой маленькой юности своей Я люблю эту песню в первую очередь Потому что прочувствовал то, что было в моей жизни, допустим Когда 14 лет, 15 лет То сейчас уже как вроде вырос И я понимаю тех подростков, которые я был когда-то Я люблю моих подростков, которые Бог мне дал служения в церкви Суламита И вспоминая одну не очень хорошую историю То после очередной, скажем, пьянки Очередной, я не знаю, как это выразится В общем, нехорошего вечера Мы с ребятами решили пойти в православную церковь Ну и, естественно, замолить наши грехи То, что мы наделали вчера, это было ужасно Мы пришли, мы себя видели, конечно же, не очень хорошо Нас оттуда выгнали Потому что, ну, нехорошо себя видели Что сделать? Подростки Но все-таки, когда там батюшка кисточкой махал И водичка попала на кого-то из нас На меня в том числе Мы стоим на остановке Так, сигарету так держим Надо же, даже куриться легче Вот Бог нас так Мы оставили свечки Мы оставили все И через год Вы знаете, я встретил того Кто постучал в мое сердце Спасибо за субтитры! Когда я так молод был Я думал, тебя я знал Храм твой святой ходил Свечи тебе зажигал И, догорая свеча Давала уверенность мне Не отдал А кеслю это мне Из храма шел я домой Крови оставил тебя И думал твои глаза Над огоревшей свечой Но ты был рядом со мной Ты ненавидел свечу Зажженную только рукой Без сердца и без любви Когда я кеслю шел Ты встретил меня на пути Взглянул я в твои глаза Полный дивной любви Как вновь яркий свет Проник ромежную мглу И кеслю больше нет Иисус, тебя я люблю Дрожащие от счастья рукой Снова зажег я свечу Но только рядом с свечой Сердце моё я ложу Пусть догорает свеча Я к кесарю не пойду Иисус, я узнал тебя Иисус, я тебя люблю С тобою из храма пойду Я не оставлю тебя Другим о тебе расскажу Что был умного земля Подобного нет тебе Когда горит свеча Я просто уйду к тебе Ты заберёшь сам меня Она Мне Сергей разрешил Большое спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Небо красивое Небо родное Нежное небо И голубое Как хорошо Что ты, как Елей Трудный час Утешаешь людей Небо для нас Это дом родной С очень большой И мирной семьёй Куда бы ни уехал Везде оно На утешение людям На утешение людям Дано Часто бывает Трудно идти Нас постигает Нас постигает Горе в пути Небо для нас Небо для нас Это дом родной С очень большой И мирной семьёй Куда бы ни уехал Везде оно На утешение людям Дано Дано Небо для нас Небо для нас Это дом родной С очень большой И мирной семьёй Куда бы ни уехал Везде оно На утешение людям Дано Многие люди Живут на земле Не замечая Небо нигде А небо красивое Небо родное Будет оно Будет оно На веки такое Небо для нас Это дом родной Это дом родной С очень большой И мирной Семьёй Куда бы ни уехал Везде оно На утешение На утешение людям Дано Небо для нас Это дом родной Это дом родной С очень большой И мирной Семьёй Куда бы ни уехал Везде оно На утешение На утешение людям Дано Слава Богу Слава Богу Жив наш Господь И мы живы тоже Я хотел напомнить Мы объявляли Говорили Что у нас Это служение И как несколько Служений в году Проводят Миссионерский отдел И этими служениями Мы не всегда Только лишь Хотим говорить О миссии Мы хотим Сказать о том Чтобы каждый из нас Как сегодня Не раз было отмечено Мы в планах Бога Как важно Чтобы каждый из нас Захотел найти себя В теле Христа И точнее Молиться к Богу Чтобы знать Точно Знаете Центр воли Божьей В своей жизни И мы поощряем Этими служениями Как и наверное Всеми другими О том Чтобы мы искали Его воли Его служения Здесь Когда мы находимся В наших домах На наших работах В церкви И тогда обязательно Когда мы по месту Будем трудиться У нас будет огромное Неудержимое Желание поехать Куда-то на миссию Понимаете О чем мы говорим Поэтому Следующее служение У нас будет Сегодня вечером Оно будет Более молодежное И большая его часть Пройдет на английском языке Поэтому В 6 вечера На этом месте Пожалуйста Родители Организуйте детей Молодежь Приглашайте Друзей и знакомых Мы вместе будем Искать Бога Искать Его силы Искать близости с Ним Чтобы потом идти И раздавать Божьи благословения Поэтому не забываем А следующее служение Такое будет Через 2 месяца Опять утром и вечером Это будет 6 апреля Пусть Бог благословит Усердно участвует В этом деле И Сейчас я хотел Показать ролик Напоминая о том Что мы Не забываем О годимых христианах В этом мире И особенно На миссионерских служениях Мы напоминаем о том Чтобы мы молились И сейчас я хочу Показать один из роликов И одну из стран За которую мы Когда-то молились Но тогда мы не Показывали ролик И этим роликом Я хочу проверить Своё сердце И призвать вас Проверить свои сердца Как мы Переживаем сегодня За тех христиан Кому Просто не дают Даже в воскресный день Или в любой другой Собраться и прославить Бога И это Видео Это простое Живое свидетельство Я решил Показать его На английском языке Потому что Большинство Мы показали На русском Правда там Африканцы Из северной Нигерии Северной Нигерии Вот И там люди Просто рассказывают То что они переживают Будем очень внимательны И после этого Мы совершим молитву Об этой стране Субтитры создавал DimaTorzok 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 И лидеры, мать, опасно жить и мертвым быть. В сердце Бог огонь зажег, не прячь огня, себя храня. И если дан тебе талант, не забывай употреблять. Святой весон, что дарит Он, не осквырняй, не запятнай. И будь во всем ты образцом, среди своих, среди чужих. Хоть мало нас, но Бог за нас, не унывай, не отступай. И будь во всем ты образцом, среди своих, среди чужих. Хоть мало нас, но Бог за нас, не унывай, не отступай. Пусть даже брат пойдет назад, друг оказавший за бортом. Но ты иди, вперед гляди, и помни, в небе есть твой дом. Вперед, вперед, Господь зовет, иди за мной на труд святой. Борись смелей, трудись дружней, молись сильней и пой стройней. Вперед, вперед, Господь зовет, иди за мной на труд святой. Борись смелей, трудись дружней, молись сильней и пой стройней. Вперед, вперед, Господь зовет, иди за мной на труд святой. Вперед, вперед, Господь зовет, иди за мной на труд святой. Борись смелей, трудись дружней, молись сильней и пой стройней. Вперед, вперед, Господь зовет, иди за мной на труд святой. Борись смелей, трудись дружней, борись смелей и пой стройней. Слава Иисусу! God is good, amen? God is good! Как-то сегодня переполнены эмоциями благословенные служения. Рады быть сегодня среди вас. Я сам приехал из Сиэтла, из церкви Сириона Hill Church. Рады поступить сегодня вместе с вами. Я как-то за последнее время подружился с вашей молодежью, с вашей церковью. Я был летом на кемпе молодежном, и 31-го был на battleground. Кассирозная территория есть в Ванкувере, да, в Вашингтоне. Battleground. What a name, а? Это Бог дал эту возможность. Просто полюбил вашу. Awesome church, awesome youth. Прекрасная молодежь, прекрасная церковь. Хочу, я знаю, что время уже исходит, я знаю, что многие уже голодные, особенно молодежь, думают, man, I'm done, please. Lord, please don't let this picture belong. I'm hungry, huh? It's almost lunchtime. And if he goes for another hour, we're going to starve, huh? We're going to be like in Africa. I'll try to be short. I want to get to the point. Some of the things, thoughts that God has put on my heart, I want to just share this Sunday service. Как-то вчера у меня был такой неприятный вечер, такой кошмарный вечер у меня вчера был. Извиняюсь за мой русский язык. Это третий материал, Russian материал. Как-то он уже здесь научился его. Думаю, что вы поймете меня. Как-то вчера вечером мне позвонили одни девчонки, которые говорят, Майкл, приедите в церковь, здесь проблема одна. Я приехал в церковь, и познакомили меня с одной русской девчонкой, 19 лет. 19-year-old girl, Russian. Я слышал о ней, я знаю ее родителей. Я вижу, что она такая вся трусица. Я говорю, вот, скажу, она говорит, я наркоманка. Я люблю героин, и я люблю мед. Я без нее жить не могу. Я говорю, когда ты начала эти наркотики употреблять? Говорит, 14 лет. Я говорю, а как ты? How do you get your money? Я по вечерам продаю себя. Мое сердце не было спокойно. Она говорит, я знаю много девчонок, которые тем же самым занимаются, которые ходят по всех церквях здесь. И просто я как-то не могу сейчас сосредоточиться, я хочу кричать сегодня. How long will we play with sin? How long? Мы будем ходить в церковь, играть в церковь, а за церковью жить своей жизнью. Как долго мы это будем делать? I am sick and tired of a double lifestyle that many Christians have. It's getting disgusting. Дьявол ей говорил, попробуй наркотик, 14. Ты будешь круто, you'll be cool. Но он никогда не сказал, что она в 18 лет начнет продавать себя каждый вечер. And she will go so low to sell her body every single night just to get a dose of heroin. Some of you here today need to decide who you will serve. You have to make a radical decision who you will serve. Because if you honest with you, the devil, he's good. He knows what to do. He knows what to offer you. He knows what you're attracted to. And the only thing that can keep you is your love for Jesus. That's it. Ничего сегодня в Америке не может одержать молодежь от греха, кроме одного. Это твоя сильная любовь до Иисуса. И если ты не сватишься за Него всем сердцем, дьявол тебя просто, просто снесет тебя. Ты не устоишь против греха. Иисус, шени, сиво времени. Иисус, Моисус. Only one, your love for Jesus. Young people, I want to just encourage you. Get serious. Okay, I am tired of these people coming to church, acting all good, but inside you're living like hell. And you know what I'm talking about. It's cool now. But ten, five years down the road, trust me, it will not be cool. When you're addicted, when you have no life, no perspective, no future, you got nothing looking your way. Let's get serious. Извиняюсь, я просто это боль моей души к последним временем. It's painful. Я хочу время так... Я не знаю, это у вас так время без руль лететь или везде так? Ужас. Только у вас, да. Когда хорошо, правда? Матфея 18 глава. Одиннадцатый стих. Несколько стихов. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется у ней более, нежели у девяносто девять незаблудившихся. Итак, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит брат против тебя, брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. И если послушает тебя, то приобрел брата твоего. А если же не послушается, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей потребовалось всякое слово. Подтвердилось. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Ну, всего места. Я хочу сегодня еще раз сказать, главная миссия Иисуса на эту землю, это было найти и спасти погибшие. The main mission of Jesus to this earth was to seek and find that which is lost. Как это радует меня? Это Евангелие, друзья. Это сердце Отца. This is the heart of the gospel. Jesus came. Иисус пришел спасти нас. Ось, где его сердце. The mission. Весь смысл Нового Завета. Спасти погибшие. Мне нравится, как здесь. Я очень сокращаю. I want to get to the main point. Главное, я вместе хочу сказать. Иисус говорит иллюстрацию. У пастуха сто овец. Тяжело мне представить, я овец не люблю, даже не люблю кушать. Ну, здесь, в Израиле, в то время пастух, это все это делали, they could relate back in the days. Сто овец у пастуха. И вдруг одна потерялась, ушла. И Библия говорит, что этот пастух идет, преуделяет, преудилеет, поняли, преуделевает. Спасибо. Путь его найти. Некоторые в доме сидят, им все равно, но этот пастыр добрый идет, ищет овцу. He's not sitting home. He's going through the mountains, through the valleys. He's going through the cliffs, looking for the sheep. И когда он ее находит, Библия говорит, он радуется. Can you imagine? Радуется. Мне недавно, у меня приехали друзья из Калифорнии, хорошие слушатели одни, приехали ко мне домой. Друзья близкие, мы сели, так общаемся. Жена говорит, Миша, я поехал в магазин, там купить пищу, а ты посмотри, у нас маленький ребенок, полтора годика, годик, три-четыре месяца ему было в то время. Я поехал в магазин, а ты, ну, посмотри за ним, я куплю и вернусь. Я такой, хорошо, все нормально здесь. Я, папа, нормально. Четверо детей у меня, старше где-то были, гуляли по дому. И я так вошел в разговор с братьями эти о духовных вещах. Восьмой позже, а где мой малый? И я даваю его, Лукас! Тишина. Я в туалет, я в комнату одну, вторую, третью. Его нет. Я на улицу смотрю, кричу, а его нет. И сердце начинает биться. И мне, Господи, какой я отец. I got, I got, I got freaked out. О, Мак, я уже на весь голос, Лукас, где ты? А его нет. Тишина в доме. Я все, я все туалеты проверил, все в ванной. Я все проверил, а его нет. Думаю, ну, еще одно место я не проверил, комната гостей. Захожу, а вон там их в вещах раится. Все перебирает. Друзья мои, я скажу, когда я его увидел, я не ругал его, но я с радостью поднял, говорю, Лукас, я так заскучался, я так запережал, я его обнял, взял его к себе. Друзья мои, я понял, чем сильнее ты ищешь, тем сильнее ты ценишь и любишь. И этот добрый пастор, нашелся овцу, он берет ее к себе, на плечо идет и радуется, говорит, друзья, порадуйтесь. они, ну что, овца. What's the point of rejoicing for what? A sheep? Really? Но он радуется, потому что он нечто сделал, чтобы найти ее. Он что-то пошел, какой-то путь, чтобы найти эту овцу. Поэтому эта овца для него очень, очень дорогая. я иногда думаю, что в церкви мы, кто-то пришел в церковь и ушел, да? Бог очищает церковь, слава Богу. Пришел туда, упал в грех. It's okay. Знаете, почему мы так относимся? Потому что этот человек нам ничего не стоил. Because that's nothing. Пришел, ушел, я доллара за него не дал, поэтому мне он все равно. Но мы должны понять, что за каждого человека Иисус заплатил цену. За каждого человека Иисус пошел путь, который он преодолел там на Голгофе. Поэтому каждый человек, каждый отца для него очень, очень дорогая. И поэтому для него он не безразличный, кто-то ушел, спротыкнулся, пошел в наркоманию, его это волнует и очень сильно волнует, друзья мои. Помню, как я был в Калифорнии недавно, и мы ехали после служения, я говорю, Серега, скажу, я не знаю, почему я так суши хочу, не знаю, почему. I'm craving sushi like a pregnant woman. Take me to a sushi bar. Он говорит, Мако, по дороге есть очень хороший суши. Заезжаем, я не знаю, почему, но я никогда, что есть, то я кушаю. У меня нет таких, знаешь, что такое особенное, если я люблю. Нет, что есть, Бог дал, Господь благословит. А в то время так захотелось суши. И мы заезжаем в ближайшие суши, сели и начали кушать. Кушай ему, кушай ему. Я вижу, как пришла одна семья и села возле нас. Мы здесь, а здесь справа, слева меня сели. Я вижу, когда мама, папа, дети там все. И вижу, пришел какой-то человек весь лысый, лысый. Белый, бледный. И я так кушаю, и я уже мой глаз, я не могу с него снять. My eyes are fixed on him. I can't take my eyes off. И я кушаю, и я смотрю. Я кушаю на него, а он вдруг на меня начает смотреть. И я на него, мы покушали, должны уже ехать. Я не мог, я поднимаюсь, я подхожу к нему к этому столу. Я к нему подхожу, говорю, дорогой мой, я говорю, how are you? Я говорю, как у тебя дела? Он говорит, плохо. Говорит, только сегодня, закончил. chemotherapy, у меня рак, я умиряю. я взял, сел возле него и говорю, могу я помолиться за тебя? Он говорит, пожалуйста, помолись. Я взял его за руки, я просто начал с него молиться, провозгласить жизнь о его отношении с Богом. Все сидели, просто плакали вокруг. Я просто понял в то время, что Иисусу небезразличный был этот человек. Я должен был заехать в этот сущий, чтобы с ним встретиться и сказать ему, что есть кто-то, кто его любит. Я бы хотел, чтобы вы поняли это откровение, что каждый человек на этой земле неравнодушен, Иисусу. Ваш сосед неравнодушен Иисусу. Ваши враги неравнодушны к Иисусу. Он заплатил цену за каждого человека for every person. I want us to grasp this truth today. That Jesus paid a price. He went away to find each person. He paid a price, which is above any price ever paid for anything. This is why every soul is precious to Him. Может, ты сегодня слышишь о том служении, думаешь, а кто я? Nobody loves me, nobody cares for me. Я одинок. Я хочу сказать, что Иисус тебя очень сильно любит. Иисус loves you. You are precious to Him. because He paid a price that no one will ever pay for you. Иисус loves you. You are dear to Him. Он очень сильно тебя любит. Лично тебя. Он заплатил цену такую, что никто в этом мире не заплатил за тебя. Он заплатил. Он добрый пастор, который искал тебя, ищет тебя, и сегодня говорит к тебе в этом служении. Я хочу дальше идти. Дальше Иисус нас учит в этой истории. Говорит, если брат твой согрешен против тебя, я когда-то читал это, я никогда это не замечал, но однажды мне Бог проговорил. И я думаю, а какая моя реакция, когда против меня кто-то согрешает? Против нас согрешает кто-то. Против вас, братья, согрешает кто-то. Бывает такой, да? Я думаю, ну, Боже мой, а первая реакция какая? Пишет в баню. Если он согрешил, меня обидел, я не хочу с ним ни приветствоваться, ни целоваться, ни обнимать. Вот сюда, а я сюда. Это натурально, это natural act. Это естественный поступок у человека, у плоти нашей. Если меня обидел, я не хочу с ним. Я даже слышал такие вещи бывало, я слышал, что в церкви насколько люди обижены были, что когда диакон разносил чашу, а этот диакон у него обидел, что-то такое. Этот брат вставал и пересажал в другое место во время служения, чтобы не принимать чашу от этого служителя. Он его обидел. И говорится, ну, меня обидел. Ну, все, я не хочу, он сюда, я туда. Все, till death do us part. Все. I'm done with it. Но здесь Иисус нас что-то учит и говорит, что если Он согрешил против тебя, ты не имеешь права быть в самом сожалению, о бедный я. Ты должен встать и понять, что есть воля Божья, чтобы никто из малых сих не погиб. А Библия нас учит, чтобы мы были осторожно, не обольстившись грехом. Другими словами, что каждый из нас, мы способны падать, спутыкаться, обольстившись грехом. Я вам скажу правду, я просто такой, как, ну, keep in mind, что если кто-то начинает согрешать против вас, обижать, уж оскорблять, это признаки, что в душе у него какое-то что-то уже происходит. Потому что человек, который влюбленный в Бога, любит Бога, он не будет хамить, он не будет упускать, он не будет унижать, оскорблять, он не будет, он наполнил любовью Божию. Но если кто-то начинает оскорблять, унижать, что-то в его сердце уже не то. Something is going on in his heart. Поэтому, если он согрешил против тебя, Иисус говорит, не оставайся в самом сожалению, бедный я, я не буду с ним, все, ты должен подняться, как муж, как женщина Божья, и подойти к Сероже и сказать, Сергей, ему, один на один, мне, чуть-чуть-чуть, по телефону всем, перезвонил в церкви, мне Серога так опустил, так сказал, так накамил, и потом слово к Сероге подошло, что Серога Майкла убедил. Потом я ему подхожу, Серога говорит, Майкл, я не хочу тебя слышать, я уже от всех услышал. Библия говорит, один на один, втайне. Вы не имеете права, если кто-то вас убедил, всем рассказывать. Это гасып, как будет гасып по-русски? Сплетни должны быть удалены из церкви Божьей. Это враг нашему славянскому народу. Это бич нашего народа. Это сплетни. Па со спиной все всем говорить, но на один не сказать. И мы полны лицемерием бываем. Мы улыбаемся ему, все это да. А за спиной всем говорим совсем другое. Мы не имеем права так быть. Ты должен пройти один на один и сказать, Сережа, ты меня обидел, ты меня оскорбил, ты меня накамил, ты меня больно сделал. И если вдруг он скажет, Майкл, прости, sorry, Майкл, я не понял, вау, как я мог, прости меня. Если он покается, ты приобрел его, ты выкнал Божью волю, чтобы он не погиб, потому что если я промолчу, он дальше будет жить в этом грехе и со временем он может отпасть от Церкви Божьей. Но я должен, мы должны как-то беречь друг друга. We have to watch out for each other to make sure that nobody leaves, falls away from the body of Christ. Но если вдруг он скажет, Майкл, ты что? Ты серьезно? Я не хочу тебя слушать. Все. О, Господи, я сделал свое дело, да, я закончил все. Хух, совесть свободная. Нет. Иисус говорит, ты не имеешь права его так оставить в этом положении. Иди и бери, бери братьев и приходите к нему, говори, дорогой мой, ты согрешил, ты неправ, ты вспотыкнулся. Если вдруг он не покаялся, скажите Церкви, скажите народу Божьему, чтобы это было поднято в Церкви, потому что мы должны все сделать, чтобы спасти его, потому что Сережа для Иисуса очень дорог. Он заплатил цену за него. И поэтому, если он дорог для Христа, он должен быть дорог для меня. Мне нравится здесь, друзья мои, дальше, я не читал, но если мы дальше читаем, Иисус продолжает, говорит, если двое или трое согласятся, прости, о каком-либо деле будет им, вдруг, вдруг, я и братья, мы поняли, что слово, которое мы говорили Сереже, оно не работает. Тогда мы должны собираться вместе и молиться о нем. Если вдруг мы собираемся для молитвы, двое или трое, и мы начинаем просить, Господи, Ты знаешь Сережу, коснись, коснись, Бог мой, пусть придет в разумление в Его сердце, Господь, прикоснись к Нему. Когда Иисус говорит, что вы попросите, будет вам, Я среди вас. Мы тогда начинаем молиться о воле, по воле Отца. И когда мы просим по Его воле, Он обязательно даст нам. У нас есть согласие просить о нем перед нашим Богом. Друзья мои, я бы хотел, я буду, не буду все, я знаю, что время идет, может вечером я докончу некоторые мысли, но я бы хотел, чтобы у нас пришло это вразумление, что мы являемся телом Христа. Мы являемся телом Христа. Мы являемся телом Иисуса Христа. И если бывает, что кто-то болит, один из нас, а у меня нет чувства, я хочу задать вам вопрос, являетесь ли вы в теле или нет. Потому что, если я на работе работаю, я молотком ударю по пальцу, и он очень болит, я вам скажу правду, я его не отрезаю, но все тело содрогается, все пальчики его окружают, и мы их губки его целуют. Он болит. Понимаете? Это нормально, естественно. Реакция тела до боли. А сейчас, часто у нас кто-то заболел. Я не хочу ничего общего с ним иметь. Я бы хотел, чтобы Господь что-то делал с нашими сердцами, дал нам почувствовать его сердце. He will give us that heart to feel his pain, to know his will, чтобы я не жил ради себя, но у меня было одно желание в моей жизни. Это исполнит волю моего Отца Небесного. За это будет награда. За это будут венцы, когда я не живу для себя и по-моему, в своих эмоциях, но я живу с тем, понимая и исполняя его волю. Поднимемся для молитвы сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok